Привет, меня зовут Дмитрий Реваненко, я являюсь ведущим специалистом по контекстной рекламе компании Яндекс. Как вы, возможно, знаете, в марте 2016 года в Яндекс.Директе появилась новая опция – расширенный географический таргетинг. Сегодня я бы хотел чуть подробнее рассказать о данной опции, пояснить некоторые нюансы, связанные с ее работой, а также дать вам возможность понять, насколько эффективно опция сработала непосредственно в ваших рекламных кампаниях. Сама по себе задача данной настройки – привлечение дополнительной целевой аудитории на сайт из геосегментов, на которые не транслируются рекламные сообщения. Давайте разберем на примере. Представьте себе такую ситуацию. Рекламодатель, занимающийся установкой натяжных потолков в Самаре и Самарской области, хочет привлечь на свой сайт целевую аудиторию, для чего он идет в Яндекс.Директ и создает новую рекламную кампанию. В эту рекламную кампанию он добавляет ключевую фразу «натяжные потолки», а также выставляет регион геотаргетинга «Самарская область». В это время пользователь, который всю свою жизнь живет в Самаре, отправился в командировку в Москву. Находясь в Москве, он понимает, что пришло время заменить потолки у себя дома, после чего идет в Яндекс и вводит поисковый запрос «натяжные потолки в Самаре». Что же происходит дальше? Пользователь не видит сообщения рекламодателя. Связано это с тем, что рекламодатель, создавая рекламную кампанию, снял галку с чекбокса расширенного географического таргетинга. А вы сами можете оценить, сколько дополнительного целевого трафика способны принести вам опции «Расширенный географический таргетинг». Для этого вам нужно воспользоваться инструментом Яндекса «Вордстат». Зайдите в интерфейс «Вордстата», выберите любую ключевую фразу из вашей рекламной кампании. Например, это будут «натяжные потолки». И установите регион показов в соответствующий регион из вашей рекламной кампании. Это в нашем примере «Самарская область». Оцените количество поисковых запросов по этой ключевой фразе, после чего добавьте геопривязку и измените регион показов на весь мир, за исключением Самарской области. Примерно такое количество показов можно дополучить, если у вас будет подключена опция «Расширенный географический таргетинг». А теперь давайте поговорим о нюансах, связанных с работой данной опции. Один из наиболее популярных вопросов, связанных с расширенным географическим таргетингом, если в поисковом запросе пользователя будет использован географический аммоним, например, Ростов, который может относиться как к Великому Ростову, так и Ростову-на-Дону. Как система поймет, какой именно Ростов имел в виду пользователь и покажет ли она ему правильное рекламное сообщение? Принять правильное решение системе поможет машинное обучение. И в большинстве случаев она действительно правильно воспринимает, какой именно Ростов имел в виду пользователь, и показывает нужное сообщение. Однако, если ваши рекламные кампании нацелены на подобные амонимичные геосегменты, я бы рекомендовал более тщательно подходить к вопросу оценки статистики и эффективности опции. Второй из популярных вопросов – как будет определяться цена клика по региону таргетинга или по региону местоположения? Здесь крайне важно понять, что цена клика будет определяться не по данным какого-то конкретного аукциона, она будет определяться по данным всех рекламодателей, которые будут отобраны для показа конкретному пользователю. Это могут быть как рекламодатели, которых система отберет по классическому гео-таргетингу, так и на основании данных рекламодателей, которые будут отобраны по расширенному гео. Именно за счет этих данных и будет рассчитана цена клика по объявлению. Однако цена клика, разумеется, не сможет превысить выставленную вами ставку. Ну и, наконец, главный вопрос – кому же подходит и не подходит расширенный географический таргетинг? Как мне кажется, данная опция может быть интересна большинству рекламодателей, которые в силу каких-либо причин не хотят создавать отдельные региональные кампании. В таком случае им стоит оставлять настройку включенной, потому что она может привлекать на сайт дополнительную целевую аудиторию. Однако, если региональные кампании у вас уже созданы, крайне важно отключить опцию не только в основной, но и в региональных кампаниях тоже. Вообще, стоит понимать, что ни одна опция не может быть однозначно плохой или хорошей. Важно оценивать эффективность опции и ее вклад в общую работу рекламных кампаний. Поэтому я предлагаю перейти к тому, чтобы научиться оценивать эффективность работы опции «Расширенный географический таргетинг». Для оценки эффективности нужно воспользоваться инструментом «Мастер отчетов», доступным в статистике Яндекс.Директа. Зайдя в «Мастер отчетов», установите две галки в чекбоксы «Регион таргетинга» и «Регион местонахождения». Сопоставив эти два региона, вы сможете понять, в каких геосегментах показывалось ваше рекламное объявление, а также, насколько эффективно оно сработало. Давайте попробуем разобрать ситуацию на конкретном примере. В Яндекс.Директе размещается рекламодатель, который занимается продажей недвижимости в Екатеринбурге. Все его рекламные кампании нацелены именно на этот геосегмент. И давайте оценим, как, собственно, эти кампании работали до того, как появился «Расширенный географический таргетинг» и в месяц после того, как он был запущен. Для оценки установим галки в уже известные нам чекбоксы. Также отфильтруем трафик только по поисковому, потому что расширенный таргетинг не работает в сетях. Выберем одну из конверсионных целей клиента и установим галку на чекбоксе конверсии. Давайте посмотрим, как кампании сработали в феврале 2016 года. Как вы видите, регион таргетинг и регион местонахождения полностью совпадают. Что важно, все конверсии пришли из Екатеринбурга, то есть Директ сработал в таком классическом виде. Давайте посмотрим, что было в мае, то есть в месяце, когда расширенный таргетинг уже работал. Как вы видите, регионов местонахождения стало гораздо больше. И что крайне важно, часть конверсии пришла из геосегментов, на которые кампания в принципе и не транслировалась. То есть для данного рекламодателя опция сработала эффективно и помогла ему получить дополнительные конверсии. Давайте подведем итог. Опция расширенный географический таргетинг действительно способна работать эффективно и привлекать вам на сайт дополнительную целевую аудиторию. Что важно для привлечения данной аудитории, во мне нужно создавать отдельные региональные кампании. Просто достаточно оставить опцию включенной. Однако очень важно помнить, что, как и любой другой инструмент, вам нужно оценивать эффективность данной опции и ее вклад в работу рекламной кампании. Надеюсь, данная информация была для вас полезна. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова